В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Ушел последний из магикан Саров, простился с Юрием Трудневым. Как стать чемпионом, призеры и участники Олимпийских игр рассказали, как достичь успеха в спорте. Поплавок 2021 правком в НИЕФ организовал рыболовный фестиваль. Далее расскажем обо всем подробно. Площадь горения в Мордовском заповеднике составляет 50 гектар. Очагов огня на территории Нижегородской области нет. 9 августа огонь вновь подошел к периметру. Все группировки перехватили распространение стихии и оперативно локализовали. Сводная оперативная группа состоит из личного состава численностью более 1300 человек и свыше 300 единиц техники. На территории работают сводные отряды МЧС России, Росгвардии, аварийные службы ядерного центра и муниципалитета. Весь личный состав обеспечен водой, питанием, средствами индивидуальной защиты. Службами мониторинга в оперативном режиме проводится мониторинг состава воздуха на предмет следов горения, а также отслеживание радиационной обстановки. За период пожара не отмечено изменение радиационного фона в городе. В ликвидации пожара задействованы пожарные расчеты Нижегородской области и передвижной пункт управления губернатора. Сводный авиаотряд состоит из четырех самолетов Ил-76, самолета Б-200 и шесть вертолетов Ми-8. За все время тушения пожара авиация около 300 раз сбрасывала воду общим объемом более 2700 тонн. 10 августа продолжились мероприятия по локализации открытого огня на прилегающих к периметру территориях и дотушиванию очагов тления. 6 августа ушел из жизни выдающийся ученый, создатель основ современного российского ядерного оружия, академик Юрий Труднев. Ему было 93 года. 10 августа в Сарове прошла церемония прощания с Юрием Алексеевичем и траурный митинг. Подробности далее. Выдающийся российский ученый, лауреат Ленинской государственной премии, герой социалистического труда, коллега и соавтор Андрея Сахарова, правая рука Юлия Харитона. До последних дней жизни Юрий Труднев работал первым заместителем научного руководителя Рафиат Суниев. Всю свою долгую жизнь он посвятил тому, чтобы укрепить обороноспособность нашей страны. Проститься с академиком пришли его близкие, друзья, коллеги, представители госкорпорации Росатом, РАН, Министерство обороны, областного правительства и других ведомств. Он до последнего дня активно работал, никому не давал спуску. Он был человеком абсолютно принципиальным, требовательным, но более всего требовательным к самому себе. Нам посчастливилось работать с Юрием Алексеевичем. Прощаясь с такими людьми, конечно, понимая, что потери невосполнимы. Много вспоминали на митинге о достижениях Юрия Алексеевича. Созданием в 50-х годах термоядерного заряда Юрий Труднев и его коллеги обеспечили мир в нашей стране. Ядерный паритет, который дает гарантию безопасности России и стабильность в мире по сей день. Он обеспечил прорывные исследования в мирном атоме. Он вместе с коллективом Федерального ядерного центра и Минсредьмаша обеспечил спасение и сохранение ядерного щита нашей страны в непростые 90-е годы. У него были великие учителя, но сам Юрий Алексеевич тоже стал великим наставником и великим учителем. Он многому каждого из нас лично научил, и эта энергетика, эта наступательность, какую бы тему он ни касался, всегда пример. Все присутствующие действительно знают Юрий Алексеевича как человека крайне активного, принципиального, я бы сказал, бескомпромиссного при достижении поставленных им целей. И благодаря этому действительно были реализованы многие проекты, в которые поначалу-то, может быть, и мало кто верил. Он спуску не давал не только себе, не только своим коллегам, но и всем руководителям. Юрий Трутнев был проводником в ту легендарную эпоху, когда советские ученые совершали настоящие подвиги во имя всего человечества. Вся его жизнь яркой страницы в истории нашей страны и города, которому он отдал почти 70 лет. Это был человек, который олицетворял поколение советских ученых, ну и на самом деле просто советских людей, которые победили одну войну, по большому счету победили и вторую, благодаря ему и его сподвижникам, которые постоянно демонстрировали тот стержень внутренний, какую-то невообразимую стойкость, на которую нам всем только равняться и равняться. Я думаю, что это будет, конечно, очень сложно сделать. После завершения траурного митинга процессия двинулась на городское кладбище. Юрия Трутнева похоронили на аллее почетных захоронений. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Саровские школьники могут принять участие в летней дистанционной школе МГУ-2021. Она стартует 16 августа. Летняя школа МГУ – это неделя ежедневных лекций по физике, химии, математике, информатике и биологии от преподавателей Московского государственного университета имени Ломоносова. Заявки принимают по телефону 4 10 88. Все участники летней школы получат сертификат. Участие бесплатное. Программу реализуют при поддержке РФИАЦ в НИЭФ. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В детской музыкальной школе имени Балакирева продолжаются ремонтные работы и благоустройство территории в рамках национального проекта «Культура». На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов выделено в общей сложности более 12 миллионов рублей. На эти средства до начала учебного года обновят сокольный этаж и входную группу, заменят напольные покрытия, тепловую систему, светильники, систему оповещения ЧАЭС. Детская музыкальная школа имени Балакирева была открыта в сентябре 1948 года. Сейчас ней занимаются более 600 учеников. В июне впервые за многие годы в школе обновили парк музыкальных инструментов. По линии Минпромторка России были поставлены новые комплекты деревянно-духовых и медно-духовых инструментов. В 2022 году обновление продолжится за счет федеральных средств, выделенных в рамках нацпроекта «Культура». МЧС разработает карты спасения и индивидуальные инструкции для каждого автомобиля. О разработке нового ГОСТа в России сообщили о всероссийском НИИ по проблемам гражданской обороны. Чрезвычайным ситуациям МЧС России передает ТАСС. Карта спасения будет содержать все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб по действиям с ним в случае аварии, говорится в сообщении. Индивидуальная инструкция поможет пожарным избежать рисков при работе с аварийными транспортными средствами. К их числу также относятся электромобили. Кроме того, сотрудники спецслужб смогут оказать помощь пострадавшим ДТП оперативно и безопасно. Чем больше передача вируса, тем больше возможностей для его мутаций. Об этом в российской газете заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Войнович. Мутации происходят при каждой передаче и транскрипции вирусной РНК. ВОЗ отслеживает варианты, которые появляются, и некоторые из них являются вариантами, вызывающими озабоченность. Альфа, бета, гамма и дельта, рассказала Войнович. Представитель ВОЗ подчеркнула, что только вакцинация на данный момент способна защитить человека от агрессивности мутирующего вируса. При высоком охвате иммунизации уменьшается количество госпитализаций и людей в отделениях интенсивной терапии, добавила Мелита Войнович. За минувшие сутки в России зарегистрировали 21 378 новых случаев коронавируса, из них 537 в Нижегородской области. В Сарове заболели еще четверо. Из тех, кто госпитализирован, два в тяжелом состоянии, 47 в средней степени тяжести. Детскую площадку в парке имени Зернова сдали в декабре 2018 года. В апреле 2019 года подрядчику пришлось исправлять недочеты, допущенные при строительстве. Этим летом горожане вновь пожаловались на то, что часть мафов нельзя эксплуатировать. Уже целый год на детской площадке парка имени Зернова стоит сломанный батут. Отремонтировать его обещали к этому лету. Но пока по-прежнему дети вынуждены прыгать по очереди на одном батуте. На всех желающих его не хватает. Только один. Хотелось бы, чтобы их побольше было, потому что детям интересно и поменьше, и побольше. Там все прыгают. Нет, не хватает, конечно. Не страивается очередь. Можно было бы хотя бы штуки три сделать. Еще бы дети относились к этому всему хорошо. Некоторые постарше просто переоценивают свои возможности. Слишком сильно прыгают где-то и так далее. Если бы все относились должным образом, то состояние было бы лучше. Площадку в парке построили не так давно. Но постоянно с момента ее сдачи то выходят из строя мафы, то приходит в негодность искусственное покрытие. Помимо батута пришел в негодное состояние целый ряд конструкций. Например, на игровой площадке в виде пирамид с горкой порвана сетка. На аттракционе дерева одни качели и вовсе отсутствуют. Качели бы еще. Там было двое качелей на железных прутках. Сейчас работают только одни. Вот эти постоянно заняты подростками, особенно в вечернее время. И ребенку фактически тоже негде кататься. Видно, она немножечко подозносилась. Вот тут прыгалки сломались. А, вот там сетка, кстати, вон законопачена, что там заделано. Надо немножечко ее починить. Когда произойдут хоть какие-то изменения на детской площадке парка имени Зернова, пока неизвестно. Но в силах горожан сделать все возможное, чтобы сохранить аттракционы в рабочем состоянии как можно дольше. Для этого всего лишь нужно соблюдать простые правила пользования сооружениями, которые написаны на входе. Светлана Юрунова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Представители Федерации лыжных гонок России, члены сборной нашей страны и призеры Олимпийских игр встретились с саровчанами и гостями города. Спортсмены рассказали о том, как начинался их путь в большой спорт, что нужно, чтобы достичь успеха, и поделились планами на будущий соревновательный сезон. Подробности далее. Как подготовиться к Олимпийским играм? Какая атмосфера царит на соревнованиях? Что чувствуешь, когда завоевал золотую медаль? Эти и другие вопросы гости младежного центра смогли задать титуловным спортсменам Анастасии Кулешовой, Наталье Матвеевой и Евгению Дементьеву. Спортивный путь Евгения Дементьева начался в поселке Таежный, Хантамансийского автономного округа, где маленький Женя пошел в лыжную секцию. Благодаря упорству и трудолюбию он стал олимпийским чемпионом. А сейчас продолжает показывать высокие спортивные результаты. Затянуло и остался. Во-первых, получаться стало. Во-вторых, я в школе плохо учился. И вот, как говорится, выбор тоже был невелик. У Саровской лыжницы Анастасии Кулешовой большой опыт участия в соревнованиях различного уровня. От региональных первенств до олимпийских игр. С юного возраста спортсменка шла к олимпийской медали. Сначала областные соревнования, потом всероссийские. И мировые первенства. Первую олимпийскую медаль Анастасия завоевала в 2012 году на юношеских олимпийских играх. На олимпиаде 2018 года Саровчанка успешно выступила в составе эстафетной команды и завоевала бронзовую медаль. Я считаю, что каждый спортсмен, если он хочет добиться высокого результата, хороших успехов, он должен ходить на каждый старт все равно, что это олимпийские игры, что это первенство области. В конце встречи желающие сделали памятные фотографии с титулованными лыжниками. И взяли у них автографы. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Евгений Зыбин, служба новостей, Саров-24. Юбилейный пятый рыболовный фестиваль «Поплавок» прошел на пруду Боровом. Организовали его силами молодежной комиссии при правком «Ирфиацвнеев». Соревнования посвятили 75-летию ядерного центра. Подробности в следующем репортаже. 22 рыболова, в их числе была и женщина, померили с силами на пятом фестивале «Поплавок-2021». Все они работники «Ирфиацвнеев» в свободное время любят проводить на берегу с удочкой в руке. В соревнованиях участвовали как и профессионалы, кандидаты в мастера спорта и спортсмены, имеющие разряды, так и любители, для кого рыбалка – это хобби. Будем подводить итоги в номинации среди профессионалов. То есть личное и командное первенство, получается, будут призы в номинации профессионалов для команд, также для любителей, точно так же по максимальному весу пойманной рыбы. А гран-при уже разыграем среди всех участников. Основные условия – членство в профсоюзе. Соревнования прошли в один тур. Четыре часа рыболовы пытались поймать улов на поплавочную удочку. Получилось не у всех. Решающую роль могла сыграть правильно подобранная прикормка. Здесь не было никаких ограничений. Садки использовали из синтетической ткани, чтобы не повредить рыбу. Весь улов в конце организаторы предлагали отпустить. После контрольного взвешивания началась церемония награждения. Без подарков не ушел никто, а самый главный приз достался Алексею Тверскому. Награду ему вручил высокий гость – председатель первичной профсоюзной организации РПРАЭП ВРФЯЦ ВНЕФ Иван Никитин. Улов Алексей составил 431 грамм. Своего главного соперника – серебряного призера Максима Ведищева победитель обошел на 50 граммов. Это не первая победа Алексея на поплавке. В 2018-м он также забрал гран-при. Это был первый турнир поплавок, с которого я начал. Я тогда, помню, в субботу выиграл этот турнир поплавок 2018, а в воскресенье – чемпионат Сороу по поплавочному лолю в 2018-м году. И получил свой первый спортивный разряд тогда. Я с детства рыбачу. Просто где-то к 45 годам только так уж получилось, что у ребят уговорили прийти на соревноваться. То есть дальше я ловил для себя, а тут вроде попробовал, так сказать, так и затянул. Своим результатом Алексей доволен, хотя изначально не планировал участвовать, но выдал свободное время и решил попробовать. Подаренные лодки обещал найти достойное применение. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Евгений Зыбин. Служба новостей Сороу-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипет. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!